Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, это видео из разряда себе купила и вам, конечно же, советую. Сегодня я поехала в Паду, и сегодня я вообще не планировала снимать, потому что... Потому что снова прохладно, и я подумала, ну не увижу я классно одетых людей, и даже, в общем-то, не буду на это давить свое время, придамся безудержному шоппингу. Я, на самом деле, ездила также мерить пальто, которого не оказалось в наличии, которое только-только онлайн можно приобрести, правда, его без проблем можно сдать, в Италии вообще с этим не проблема. Кстати, очень скоро я запишу видео из разряда уверенности себе, из разряда хамства в нашу сторону, где я расскажу ситуацию, ситуацию, которая бы случилась со мной на почте, когда у меня, в общем-то, посылочку не хотели принимать, а я все равно ее отправила, и посылка благополучно дошла. Но сегодня я расскажу вам о своих покупках, потому что я решила, да, купить то, что мне давно было нужно, потому что ситуация доходит до абсурда. Я никак не могу купить себе чай, я никак не могу купить себе и не какие-то супер вещи, когда ты, ну, не знаешь, что себе купить, а что-то тебе конкретное нужно, как, например, моя первая покупка. Это вот такое нижнее белье, которого у меня совершенно не осталось, и вместо которого раньше я использовала, и одно из моих, опять же, первых видео было о вот таких белых футболках с длинным рукавом. Я, несмотря на то, что выросла на Сахаралине, я никогда не носила нижнего белья. То есть я могла надеть свитер на свитер, для меня это было нормально. Свитер плюс пиджак плотный, плюс пальто, плюс шар, плюс, возможно, еще что-то сверху. Но я никогда не придавала значения самой обычной хлопковой майке, плюс вот такая хлопковая, хотя это не хлопок, это кашемир плюс вискоза, это интимиссими, продавалась, конечно же, со скидкой 50%, но промоакция распространялась только если берешь две. Получается, я купила две, одну вот такую, другую черную, мне еще третья была нужна, просто белого цвета, но белого цвета не было. Был серый, был черный и был вот такой бежевый, и повторюсь, это кашемир плюс вискоза. Надеюсь, что будет меня греть, но суть этих вещей не в том, что они должны греть, они не должны греть, именно поэтому раньше я не придавала им значения. Эти вещи прежде всего не должны позволять нам терять тепло, потому что греют нас более плотные вещи, которые мы сверху надеваем. Но поверьте мне, как модница модница, могу сказать, что если вы наденете самообученную хлопковую майку на тонких бретелях, поверх вы наденете, это может быть вот такая вариация на тему нижнего белья с длинным рукавом, но это может быть и просто белая хлопковая футболка с длинным рукавом, либо черная, если она больше подходит по цвету. Внимание, очень часто портят на внешний вид, если у нас вот такой необычный вырез, лодочка, либо просто глубокий вырез. Тот факт, что футболка выглядывает, со мной это часто происходило, я рассказывала, что я таким образом закрывала футболку, надевая поверх шелковый платок, это очень хороший трюк, во-первых, ты не забываешь платок надеть, а во-вторых, это очень необычно смотрится, когда платок заправлен внутрь. Но вы можете просто взять ножницы и отрезать, как сделано в данном случае, здесь, правда, горловина обработана, но она вот такая широкая, это не случайно. Когда вы эту вещь на себя наденете, она будет очень странно смотреться, она не будет никого украшать, но широкая горловина как раз-таки сделана для того, чтобы любой вырез нашей одежды не открывал вот эту нижнюю вещь, это не что иное, конечно же, как нижнее белье. Поэтому тонкая майка на бретелях хлопковая, плюс сверху хлопковая вот такая вещь, футболка с длинным рукавом, и вы надеваете сверху ваш плотный свитер, и могу сказать, что вы одна из первых, кто сможет носить вашу верхнюю одежду расстегнутой, если такая идея вам нравится. Поэтому вот такие мои приобретения, два по цене одной, и очень мне не хватает белого цвета. И продавались такие же, что называется, колготки, штанишки, даже не знаю, как назвать, леггинсы, наверное, смотрела я на них, смотрела, я же теперь минималист, я теперь прежде, чем что-то купить, думаю миллион раз, и подумала, что поскольку у меня нет широких брюн, то, наверное, мне за ненадобностью такое нижнее белье. Что еще я себе купила, много раз обращала внимание на обувь вот с такими застежками вокруг щиколотки, либо застежки могут быть вот здесь, либо застежки могут быть и здесь, и здесь. Опять же, в обзору обуви я покажу одну пару такой обуви, которая, на мой взгляд, необычна, которая, на мой взгляд, для многих может быть комплементарна, несмотря на то, что считается, что вот такая застежка вокруг щиколотки разрезает нам ногу. Я, возможно, выпущу отдельное видео, но где-то на канале оно уже было, где я объясняла, что нет, все опять же в пропорциях, в разнице длины, допустим, юбки, либо края брюк, который должен быть чуть выше, либо чуть ниже. Все это делается индивидуально путем примерки, и вот такая застежка может очень и очень многим подойти, вопреки распространенному мнению. Я купила себе суперлегкие балетки, я вынуждена констатировать, что я спускаюсь с высоких каблуков все ниже и ниже на плоскую подошву, и я очень люблю яркую обувь, много раз тоже об этом говорила, и вот такая яркая обувь – это то, что нужно. Но хочу также обратить внимание на носок. Я недавно говорила, что в моду входит, ну, по крайней мере, нам предлагают носить острый носок, он мне нравится на других, он мне нравится, в принципе, на себе, но не вижу я пока на себе прямо-таки острый-острый носок, поэтому я снова с тупым носком, яркая обувь, я за яркую обувь, я вообще за яркие аксессуары, в виде платков, шарфов, в виде заколок, в виде всего чего угодно. Яркие аксессуары, на мой взгляд, должны быть яркими, в особенности, если мы используем, в особенности, если мы используем не больше трех цветов компоновки. Еще одна обувь, вот такая, и это тоже балерины, как подо все подходит, как вы видите, вот такой бежевый цвет, на самом деле универсальный цвет. Я против нюдовой обуви, я тоже объясняла, почему. Нюд – это цвет, который чуть-чуть мы загореем, чуть-чуть мы смоем наш загар, и сразу нюдовая обувь не выполняет того эффекта, не сливается больше с нашей кожей, соответственно, никакие ноги нам она не удлиняет. А вот такая бежевая обувь, а на самом деле это даже какой-то такой грязный, припыленный розовый цвет, он гораздо-гораздо более выигрышный, он, что называется, есть, его нет. И тоже здесь вот такая шнуровка, эту шнуровку предложила Валентина, эту шнуровку на самом деле все предложили, и, по крайней мере, в интернет-версиях магазинов я много уже такую шнуровку встречала, в витринах магазинов пока такую шнуровку сложно найти, и я не знаю, мне часто пишут, Яна, у нас в Москве уже такое давно носит, здесь пока такое редко встречи, что в продаже, что на модницах, и мне кажется, это тренд, мне кажется, это будет очень красиво. И опять же, я себе выбрала закругленный нос, потому что есть такая вариация остроносовой обуви, есть совсем-совсем закругленные, но это нечто такое среднее, поэтому, в общем-то, я себя приукрасила. Я вообще люблю, сейчас будет весна, я очень люблю верхнюю плотную одежду, и, да, не просто открытые лодыжки, а уже достаточно летнюю обувь. Еще одна вещь, которую я просто, ну, я мечтала об этой вещи очень-очень давно, сейчас я пошуршу, потом отрежу на монтаже, потому что я только что из Паду и приехала, и, повторюсь, думала, придамся шоппингу безудержному, но постоянно были стритстайлеры. От одного магазина до другого невозможно было дойти, потому что постоянно кого-то я встречала, и, в итоге, я не зашла еще в многие магазины, а то, что я себе присмотрела, не смогла примерить, не смогла все взвесить, потому что часто я вещи даже не мерю, если речь в особенности об одежде, потому что я так знаю, что мне подойдет, а что нет. Расскажу обязательно в конце видео, что еще я присмотрела. Ну что ж, мечтаю, могу сказать, что такую вещь очень и очень сложно купить. Я приобрела себе такую фельпу, это Puma. Я против лейблов, неважно, что здесь Puma, Gucci либо скромный Adidas, я против того, чтобы носить и рекламировать чей-то бренд, но могу сказать, что без этого никуда. Почему-то бренды даже на спину не перемещают. Можно было на спину поместить, мне кажется, смотрелось бы все лучше, а здесь было бы белое худи, но нет, нас потребители заставляют рекламировать то, что мы покупаем за собственные денежки. Промо-акция была, конечно же, 40 долларов стоила, 40 евро, точнее, стоила эта фельп, а против изначальная цена не указана, но, скорее всего, я не куплю что-то, что где скидка меньше 50%, поэтому на это стоило 80 евро. Даже не знаю. Белые худи, белую фельпу, белый свитшот купить очень сложно, тем более вот такой свитшот, у которого здесь на подкладе капюшон, это очень качественные худи. И самое главное, это худи с начесом, как я люблю зимние-зимние, потому что есть летние худи, я не люблю летние худи, худи должно быть худи, должно очень хорошо греть. И белые купить сложно, просто черные купить сложно, вот такое лаконичное, простое. С чем буду носить? Я буду носить с юбкой-карандашом, я буду носить достаточно классическое обувь, обязательно покажу, допустим, даже вот эта обувь сюда очень-очень здорово подойдет, и, допустим, черная юбка узкая, я обязательно покажу, либо черное платье базовое, так, чтобы рукава было видно, эти рукава от худи придется приподнять, но я думаю, что многие уже понимают, как я буду носить, зная мой стиль примерно. И это будет супер-супер вещь, потому что я очень люблю смешивать Одну спортивную вещь и все остальное классическое Либо все классическое и только одна Спортивная вещь и все классическое И наоборот, все спортивное, только одна классика Мне это очень-очень нравится И такую же фельпу я купила Егору Потому что он уже носит такие фельпы Ему очень нравится, мы с ним будем такие модные, классные Вместе в одинаковых фельпах ходить Но что-то я другое хотела сказать А, я хотела сказать, что купила это все в магазине До которого наконец-то я добралась Где я летом, летом многим понравились вещи, которые я померила Это была какая-то ветровка, возможно Adidas, возможно Nike Это тоже было худи, сделанное очень овер И на самом деле я мерила все мужские вещи в размере LXL И поэтому на мне они смотрелись очень-очень абонданты, что называется Но самое главное, эта фельпа, она была как такое мини-классное платье Ну что вы думаете, ни одной вещи не осталось Тем более, что мне нужен был размер, опять же, XXL Либо 3XL я бы взяла, потому что это как раз-таки то, что я искала Ни одной вещи, ни одной той ветровки, ни одной той фельпы, худи Ничего не осталось, все разобрали Я слишком поздно пошла пошопиться Слишком поздно к концу распродаж На самом деле уже практически ничего нет А скидки, кстати, еще не дошли до своего максимума Еще многие магазины предлагают только 30% на ассортимент Но эти магазины меня, конечно же, не интересуют Что еще я хочу сказать? Присмотрела себе Обязательно постараюсь померить, если размерчик останется Я увидела очень классные брюки Adidas Я хочу воссоздать стиль, который, допустим, имеет вот эта сеньора То есть у нее классическое пальто, классическая сумка Пальто на ремне, на поясе точнее Но здесь может быть и ремень, и не родной, и родной, не важно Но мне очень нравится силуэт Мне стал нравиться силуэт, я много раз об этом говорила С широкими брюками Пальто вот такое на поясе, плюс широкие брюки И самое главное, это очень удобно для меня будет Особенности в прошлом, в следующем, точнее году Если я буду продолжать снимать свой стресс-стайл Потому что можно белье теплое надеть И, соответственно, в этих теплых брюках ты не мерзнешь Они часто сделаны из шерсти Но вот таким широким брюкам я пока не готова Я их и, в общем-то, особо не искала, не присматривала И вряд ли у меня время будет себе поискать, присмотреть Но я нашла классные Adidas Конечно же, в мужском отделе Которые внизу не имеют резинки Я даже заснять не успела, потому что уже время У меня все-все-все на исходе было Уже парковка и стекла давно, и деток нужно забирать И, соответственно, нужно было возвращаться Я, конечно же, не примерила, ничего не засняла Но это были классические спортивные штаны Которые внизу не имеют резинки Там были мужские штаны Именно поэтому я не купила, не примеряя Потому что побоялась, что даже в размере S Мне потребуется где-то их за булавочкой закалывать И они широкие к низу Черные имеют классическую белую полосу Я как представила, как все это будет выглядывать классно Из-под классического пальто С какой-нибудь красивой классической обувью Либо спортивной нужно тоже посмотреть Мне кажется, будет вот так, вот так Поэтому за этими брюками я надеюсь вернуться Может быть еще зачем-то вернусь Мне, кстати, нужны шерстяные носки Чтобы носить под, что, под сапог высокий Я рассказывала, что нужно сприть подобные носки В мужских отделах Тоже сегодня что-то присмотрела Но то нет свободного консультанта То у меня нет времени Я через витрину увидела своего стритстайля И сказала, все-все-все, пока, спасибо Я побежала И, соответственно, вот такой мой шопинг Был очень быстро, очень точечный Чего я вам желаю? Желаю найти хорошие классные вещи Которые бы вам очень нравились Я как себя представлю в этой фейльпе С красными губами Скоро буду блондинка То, в общем-то, я вообще Самый-самый классный буду стритстайлер Кстати, эту фейльпу я начала говорить Буду носить с классическим пальтом Очень-очень мне нравятся такие варианты Возможно, даже стейди будет очень хорошо и классно Желаю вам найти свои классные вещи По супер низкой цене Потому что вещи должны стоить ровно столько Сколько на них затрачено труда для производства А также ткани на их производство На их пошив Это была Яна Скворцова Всем пока-пока Увидимся очень скоро